Так, следующим выступает Илья Билов, он продюсер лектория Сетап первого научного Сай-1 проекта Он расскажет о том, как сделать популярное научно-популярное видео Название лекции придумал он Слышно? Так, переключать стрелочками просто В общем, я занимаюсь тремя проектами, но сегодня расскажу об одном Это Сай-1, научно-популярный видеоблог И мы занимаемся созданием научно-популярных видео То есть у нас свой продакшн, мы пишем сами сценарии И канал мультиформатный, то есть мы создаем и анимацию, и видео снимаем с каких-то мероприятий И там ученые приходят, что-то рассказывают И, собственно, обо мне коротко, я гуманитарий Никакого отношения к науке не имею Но люблю науку и об этом рассказываю всем Как-то коротко о моей мотивации Начну я, наверное, с примеров популярных зарубежных каких-то ютуберов Это канал Veritasium Его автор Дерек Уиллер, он из Австралии Если я не ошибаюсь, у него PHD по физике И вот он работает на телеканале, не помню название, CBS по-моему И вот в свободное от работы время снимает ролики для канала И они довольно популярны И вот у этого ролика 14 миллионов просмотров И это не самое популярное его видео То есть есть более популярные И следующий кейс — это VSAUSE Ну, я думаю, что все знают эти каналы Они так или иначе маякают в социальных сетях На русский язык переводят Почему мы целуемся? Вот как бы интересный вопрос на самом деле Кто-нибудь знает, почему мы целуемся? Нет, а кто не смотрел, но кто-то может предположить Нет? Вкусно Вкусно? Окей, может быть вкусно Ну, я на самом деле рекомендую это видео посмотреть И я потом объясню, почему Вот в данном случае вот эти все видео Там было до этого антигравитационное колесо Почему мы целуемся? Все эти видео и нейминг этих видео Очень сильно работать с вашей фантазией Поэтому, собственно, и секрет успеха Как раз в работе с фантазией К чему здесь Стив Джобс? Вот я 5 или 6 лет занимаюсь популяризацией науки Я пришел к тем же самым выландам Что он при создании продуктов Apple Что люди сами не знают, чего хотят Пока ты им это не предложишь Но твой продукт должен быть продуманным И решать какую-то проблему То есть если вы создаете видео научно-популярно Вы должны понимать, какую проблему этим видео вы решаете То есть зачем человеку это смотреть То есть он либо развлекается Либо, ну как бы, не знаю, готовится к ЕГЭ Если это, например, канал, где людей готовят к ЕГЭ Либо, если там может быть повышение квалификации Если это студент медицинского вуза И вы, например, создаете видео, где дополнительную информацию какую-то Медицинскую сообщаете Секрет популярного научно-популярного видео У меня было 10 минут Точнее, сначально я думал, что у меня будет больше Но пришлось сократить Поэтому три тезиса Увлекательность, простота, наглядность Это такие вот столпы, на которых строится каркас любого видео Будь то лекция даже Или там короткий ролик эмоционный И чтобы не терять время Я порекомендую просто три книжки Это классика сценарного искусства Если вы их прочитаете Работать над сценариями любыми Что лекции, что личного выступления Станет гораздо проще Сложные слова Я так понимаю, здесь большинство ученые Или студенты Болезнь ученых — это сложные слова Можно сказать гидрофобный А можно водоотталкивающий Слова значат практически одно и то же Или одно и то же Но тем не менее, человеку, который с наукой никак не связан Ему гораздо проще воспринимать второе слово, нежели первое Наглядность Наглядность, что под этим подразумевается У нас мультиформатный канал И у нас есть и ведущие, которые ведут выпуски К нам ученые приходят Как раз с Сашей Панчиным выпуски у нас есть на канале И с другими учеными У нас есть инновационные ролики У нас есть ролики, в которых мы используем До перекрытия контент Фотографии, видео Без авторских прав То есть там, например, ролики NASA Еще что-то и так далее И в данном случае наглядность Это то, что вы рассказываете То есть если речь, например, идет о батами То вы можете использовать упрощенный пример Понятно, что если мы будем стараться сохранить научную точность То нам нужно будет объяснить, что такое спин Что такое орбитали Что такое электроны Как они летают Они там появляются, здесь исчезают И так далее Но физического аналога в макромире этому нет Но, тем не менее, нам нужно объяснить Поэтому, как и в учебниках по физике Используются какие-то упрощенные модели Шарик, шарики вокруг и так далее Поэтому наглядность и аналогии можно искать везде То есть, я не знаю, чтобы объяснить, например Процентное соотношение чего-либо Можно, например, даже на пицце объяснить То есть просто разрезать ее И показать, что вот этот кусок Это, например, та часть чего-нибудь Непопулярное видео Я не стал вставлять видео Потому что, на самом деле, это можно До бесконечности перечислять Это и вузовские лекции какие-то И, ну, не будем таить Что большая часть преподавателей в вузах К сожалению, рассказывает это в очень сухой манере Неувлекательно, да, возможно Но есть исключения хорошие И один из таких великих преподавателей Это был Ричард Фейман Всем известный И если его лекции посмотреть То там очень хорошо видно Как он с аудиторией Как бы заигрывает, да, в каком-то смысле Пытается стимулировать ее фантазию Пытается задавать какие-то риторические вопросы И так далее То есть какие-то приемы Публичных выступлений Используют И можно, например, привести В пример еще Например, некоторые видео постнауки Постнаука хороший проект Но, тем не менее, у него есть своя Какая-то специфическая аудитория Но, например, векторы, которые туда приходят Большая часть видео Они выглядят примерно так Здравствуйте Сейчас мы поговорим на квантовой физике Оно получил свое название Развитие что-то в 20 веке Вот И вот такое видео, конечно, никому смотреть не интересно И успешные кейсы Я не знаю, укладываю себе время или нет Вот у этого видео 162 тысячи просмотров И при этом, что мы не используем деньги на посевы То есть мы не рекламируем видео за деньги вообще То есть это органические просмотры Вот такой мультик Что если это формат Где мы ставим мысленный эксперимент И вот в данном видео мы ответили на вопрос Что было бы, если бы день длился одну секунду Глубейший, казалось, был вопрос Но 90 тысяч человек поставили этому видео лайк Это понятно, что не отражает качество материала Тем не менее Это вот такие видео позволяют Приводить нам на канал новую аудиторию И, соответственно, работать с ней И предлагать ей уже более сложные Какие-то форматы, содержательные и так далее Так, что это у нас 7 вечных двигателей И вот формат с учеными Это у нас формат IQ Мы приглашаем ученых И они отвечают на какой-то вопрос И мы добавляем визуалку То есть фото, видео Чем повышаем желание людей его смотреть Ну и встречается критика, конечно Вот Она вот так выглядит Не знаю, видно все? Нет? Вот, скриншот я вчера сделал вечером Вы позиционируете Если, может, кому-то не видно Вы позиционируете себя как научный канал Но по факту вы занимаетесь популяризацией науки Расстроили Ну вот, кого-то мы расстраиваем И, собственно, приглашаю вас подписаться на канал Посмотреть формат И задать какие-то вопросы дополнительные Если они есть Я отвечу там отдельно Или в соцсетях Спасибо